Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео болтологического характера. Я буду отвечать на некоторые ваши вопросы, на две темы. Эта тема касается дома, загородного дома. И вторая тема – это тема мужа, ну, наверное, взаимоотношения с мужчиной, можно так это назвать. Я буду подсматривать свою книжечку, чтобы не забыть ответить на все вопросы, которые я выписала. И первая тема, на которой я хочу в этом видео поговорить, это будет, скажем так, ответ на вопрос, как вы решились на переезд за город или были на то какие-либо веские причины. Я могу сказать, что мой муж, он всегда хотел жить за городом, а я такой типичный городской житель. И как-то свою жизнь за городом я, если честно, не особо представляла и не особо, если честно, рвалась, скажем так. Но тот участок, на котором построен наш дом, это участок моей мамы. Достался он моей маме от моего прадедушки. В 56-м или 60-м годах, что-то такое, он здесь построил дом. И этот дом уже, естественно, в достаточно плохом, аварийном, я бы сказала, состоянии. И так как мы приезжали сюда летом, то есть я с маленькими детками, и мы с мужем предложили маме построить небольшой домик, чтобы вот с комфортом, скажем так, жить здесь летом, потому что в старом доме протекала крыша и так далее и тому подобное. В общем, он уже в очень плохом состоянии. Ну и мама, конечно же, моя согласилась. Она вообще собиралась жить здесь зимой всё время, и это была её, скажем так, мечта. Поэтому мы изначально стали строить дом такой более тёплый для того, скажем так, чтобы жить здесь непосредственно зимой. Значит, и в процессе, скажем так, строительства я забеременела вторым своим сыночком. И, ну, как-то вот так вот обоюдно мы приняли решение, что хотя бы на какое-то время мы переедем жить сюда на постоянную основу. Ну, естественно, мы тут остались теперь совсем. Вот, моя мама была не против, очень даже за. И потом мы увеличили площадь дома, то есть сделали такую, как говорят, пристройку и стали здесь замечательным образом жить. Вот по таким обстоятельствам мы переехали за город. У нас не так далеко от города находится дом. То есть, ну, до ближайшего торгового центра, ну, может быть, минут 20 ехать. Ну, то есть как-то так. Вот. Также плюсы и минусы загородной жизни. Ну, для кого-то это что-то может быть плюсом, что-то быть минусом. Ну, по крайней мере, в городе Санкт-Петербурге, в Ленинградской области жить за городом – это не так дешево, как многие думают. Потому что основные, скажем так, траты – это идёт вода, газ и вывоз мусора. Это то, за что мы платим. Но, так как дом большой, плюс ещё участок, да, и на участке нужно какое-то освещение, особенности зимой, когда достаточно рано у нас уже темнеет, то затраты на электричество достаточно высокие. И плюс ещё газ. Газ идёт на отопление дома, газ идёт на горячую воду, ну, и, соответственно, в плите тоже газ. И это не 300 рублей совсем даже. Потому что на отопление дома, конечно, газ достаточно много уходит. Ну, и плюс вывоз мусора, он, конечно же, стоит дороже, чем если жить в городской квартире. Это вот из таких минусов. То есть, по итогу получается содержание дома, вот чисто на таком бытовом уровне, ну, наверное, как достаточно большая трёхкомнатная квартира. Это в зимний период времени. В летний, конечно же, немножечко снижается. Из минусов также могу назвать то, что нету в шаговой доступности каких-либо магазинов. То есть, до них нужно идти. Ну, кому-то это плюс, кому-то минус, не знаю. Но для меня это на самом деле, ну, не плюс. То есть, выбежать за хлебушком так уже не получится в соседний дом, да. И также то, что наши местные магазины в нашем посёлке, они достаточно дорогие. То есть, тот же хлеб дороже, например, чем в Ленте, ну, почти в два раза. И все остальные продукты, плюс ещё некоторые продукты. У нас есть такая история, что они могут быть совсем даже несвежими и могут быть даже просроченными. Здесь тоже есть такая история. Плюс у нас здесь есть крысы, можно увидеть в магазине. Ну, и я не любитель здесь в местных магазинах что-то приобретать. Даже какую-то, не знаю, местную выпечку и что-то в этом духе. Потому что я такой в этом плане достаточно брезгливый человек. Я не скажу, что в Ленте. В Ленте тоже наверняка есть крысы. Но, по крайней мере, там не выкладывают какие-то упаковки. Не знаю, вот у нас здесь как-то люди писали, что обнаружили, знаете, такие упакованные булочки, которые были погрызены мышками. Ну, вот как-то так. И, по крайней мере, со срок годностью продукты всё хорошо. Я однажды пыталась в местном магазине купить сливки. И я покупала их где-то в феврале. А срок годности сливок закончился в декабре. То есть, вы понимаете, да? Поэтому, ну, так, если что-то быстренько забежать, купить из серии, там, я не знаю, что-то попить, пачку сока, да, я могу, но не более того. Значит, то есть, вот минус – это магазин. Ещё к минусу я могу отнести то, что необходимо возить ребёнка в школу. То есть, чтобы ребёнок ходил в хорошую школу, я его ввожу уже непосредственно в город. И это занимает, ну, 15-20 минут, да. Ну, то есть, сам он пешком у меня не будет ходить, да. И достаточно долгое время он не будет ходить у меня пешком сам. Соответственно, здесь тоже это можно отнести к минусу. Ну, и, соответственно, к минусу также можно отнести то, что обязательно должно быть наличие автомобиля не только у мужчины, но и у женщины, да. Потому что, ну, передвигаться тоже как-то, конечно, можно и на общественном транспорте. Всё можно, но для большего комфорта, конечно, нужна машина. Ну, из плюсов – это, естественно, то, что это свой дом – это свой дом. Вы можете делать своими домами всё, что хотите. Я не знаю, вот нам нужно было увеличить площадь дома. Пожалуйста, мы сделали пристройку. И всё хорошо, замечательно. Опять же, внутренние какие-то перестройки. То, что там из ванной сделать комнату или из комнаты ванну, или что-то в этом духе. Это всегда спокойно можно сделать. И не нужно ни с кем, грубо говоря, согласовывать. Ну, и плюс, конечно же, тишина. Летом у нас здесь больше людей, скажем так, в округе. Но всё равно это частный дом, частная своя территория, есть забор. И выйти там, я не знаю, в трусах, пожалуйста, почему бы и нет. Вас никто не видит. Сидите себе на крылечке. Я, конечно, так не делаю, но в халатике выхожу. Ну, вот такие вот плюсы и минусы. Это то, что вижу я. Ищу из плюсов, конечно, то, что дети постоянно на воздухе. Хотя зимой, на самом деле, их не выгонишь из дома. Но в другое время года, когда хорошая погода, открыл дверь. И вот, пожалуйста, даже не надо как-то переодевать, одевать детей и так далее. Они постоянно на улице бегают. И, конечно, в этом есть свой плюс. Ну, и плюс ещё, конечно, то, что дома это всегда не маленькая квартира. Это всегда достаточно большая площадь. И я не знаю, у нас тут теряются иногда все в доме. Вот. Так что, ну, вот такие плюсы и минусы. Это то, что вижу я. Может быть, я, конечно, что-то забыла. Но это вот основные такие. Если, конечно, копаться, то можно по мелочи что-то ещё найти. Да. И плюс у нас ещё, кстати, к оплатам скоро прибавится. Ну, скоро, может, лет через пять, наверное. Нам собираются провести канализацию. Вообще по всей линии, я так понимаю, до города Сестрорецка. Собираются сделать канализацию. Когда это будет, мы ещё не знаем. Но вот из-за канализации тоже нужно будет платить. Канализацию я имею в виду такую, как в городе, централизованную, да. Потому что сейчас канализация у нас, конечно, хромает. Но она хромает, мне кажется, везде в Ленинградской области. То есть сливают кто-то прямо в канал, да. Которая идёт вдоль дороги. Соответственно, это канал выходит на Финский залив. У кого-то стоят септики. У нас стоят септики. Это, то есть, большие такие контейнеры, да. Ну, как контейнеры ёмкости, которые вкапываются в землю. Туда всё, скажем так, сливается. И это тоже нужно, кстати, эту вещь тоже нужно чистить. Поэтому тоже нужно вызывать машину, которая будет обслуживать этот септик. Это тоже как бы вот к затратам идёт. Но не таким частым, не ежемесячным, соответственно. Вот. Ну, на этот вопрос, я думаю, я ответила. Если у вас ещё остались какие-то вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. Я с удовольствием отвечу. Возможно, даже сниму такое видео. И ещё вопрос, на который я буду отвечать. Это уже про мужа. Как мы познакомились? На самом деле, ничего такого супер романтичного, всё обычное. Просто нас познакомила моя подруга. И она встречалась на тот момент с молодым человеком. И у него был друг, который был свободен. И я на тот момент тоже была свободна. И вот у меня у подруги была такая прям идея фикс, чтобы нас познакомить. И, кстати, подруга вот с тем молодым человеком, который она встречалась, они теперь муж и жена. Ну, и мы тоже муж и жена. И дружим замечательно с семьями. Мы познакомились первый раз с мужем летом. Вот она нас свела в парке. Но, кстати, тогда у нас не завязались никакие отношения. Мы вообще как-то так отстранённо друг от друга себя вели. Но, как мне потом уже говорил муж, что я тогда ему очень сильно понравилась. Не только внешне, а тем, что я была таким позитивным, улыбчивым человеком. Что-то там рассказывала, хохотала. Но это я, кстати, люблю до сих пор. Так что, да, вот. И потом мы пошли, уже подруга нас свела в другой раз уже в клубе. Это было в конце октября, 28 числа. Мы даже запомнились с мужем. И уже после вот похода в клуб, скажем так, мы уже стали встречаться. И где-то через полгода после того, как мы стали встречаться, мы стали жить вместе. Я приехала к нему. И где-то, получается, через месяцев 8, наверное, мы подали заявление. Даже меньше, наверное, где-то через полгода. Я уже, честно, не помню. Мы подали заявление. И 2 октября состоялась наша свадьба. В этом году уже будет 10 лет, как мы женаты. 2 октября. И 20 и 28 октября уже 12 лет, как мы вместе. Так что вот такая вот у нас лав-стори, если можно так назвать, конечно. Вот. И также хочу ответить сразу же здесь на вопрос, как я считаю, необходимо ли жить с мужчиной до брака. Я считаю, что да. Обязательно нужно какое-то время пожить. Возможно, даже несколько месяцев. У каждой, мне кажется, пары по-разному. Потому что, когда вы встречаетесь, вы всё-таки встречаетесь. И это всё-таки конфетно-букетный период. Когда люди начинают жить вместе, мы, я думаю, многие из вас слышали, что браки распадаются просто из-за быта, из-за того, что люди просто не могут никак в быту застыковаться. И это касается не только мужчин, да, что мужчина там не подходит женщине, но и наоборот в том числе. Потому что вы можете быть замечательной парой, но в быту у вас могут быть совершенно разные взгляды. Например, мужчина, допустим, ему будет хотеться, чтобы вы там что-то готовили дома, то есть домашнюю еду, а вы не хотите этого делать, да, и не будете. Вот. И как бы здесь, конечно, будут какие-то, скажем так, столкновения, которые, я считаю, вот нужно как раз-таки до брака. Потому что я всё-таки считаю, что бездумно замуж выходить не стоит. И жениться в том числе. Я считаю, что всегда нужно включать голову, всегда нужно думать о том, как вы будете жить, с кем вы будете жить. И всё в этом духе. Это, в самом деле, любовь любовью. Знаете, как говорят, а кушать хочется всегда. Поэтому... И это касается, кстати, не денег больше, вот в моём понимании, а именно характер мужчины, там, не знаю, образ жизни и так далее, какие-то общие взгляды, общие интересы. Это всё очень-очень важно, и особенно в дальнейшем. Я лично не приемлю такие вещи, как любиться-стерпиться. Я считаю, что так вообще не стоит никогда не думать, не поступать. И если вы видите, даже если вы очень сильно любите, и видите, что есть какие-то вещи, не знаю, какие-то черты характера в мужчине, с которыми вы не можете примириться. Более того, я считаю, что и не стоит мириться с какими-то вещами, да. Ну, слюбиться-стерпиться, ну, нет. Всё равно это будет постоянно как-то гложить вас. И в итоге, я думаю, что ощущения полного счастья у вас не будет при таких обстоятельствах. Так, и также хочу ответить на такой вопрос, что вот что делать, если долго живём вместе, и мужчина никак не хочет регистрировать, скажем так, отношения, да. Как вот, что я думаю на эту тему, да. Ну, я считаю, что, во-первых, здесь нужно смотреть всё по ситуации. И бывают такие моменты, когда, например, вам мужчина говорит о том, что вот, ты знаешь, там, давай там поднакопим на, не знаю, квартиру, машину, ещё на что-то, да, а потом уже зарегистрируем свои отношения. Если для мужчины, допустим, брак – это, ну, скажем так, продолжение рода, то есть свадьба, после свадьбы детки, то, конечно, в таком случае, мне кажется, стоит прислушаться мужчину. Но если мужчина при этом что-то делает, а не просто сидит на диване и говорит, ну, там, мы сейчас поднакопим, и сам для этого ничего не делает. А если вы видите, что он старается бегать на работу, где-то там что-то пытается, там, не знаю, подкопить, отложить и так далее, и тому подобное, то здесь, конечно, не стоит, знаете, там, замуж хочу, так не надо делать. Вот, а если у вас нету никаких таких целей, в семье нету, и при этом мужчина не хочет каким-то непонятным, не знаю, причинам регистрировать отношения, например, если вы, там, не знаю, он просто говорит, что он не хочет терять свободу, там, или ещё какие-то, знаете, такие заморочки, и при этом вы хотите зарегистрировать отношения, да, то есть вы хотите именно, не просто я хочу свадьбу, знаете, как факт этого дня, красивое платье одеть белое, там, и так далее, а именно, то есть вы хотите, вот, официально создать свою семью, то здесь, я считаю, не стоит тогда продолжать жить с этим мужчиной, нужно идти дальше и искать нового, потому что, ну, как сказать, получается, у вас полностью не совпадают взгляды на семейные отношения, и вообще на семью, и на то, как строятся, скажем так, семейные отношения, в этом нет ничего хорошего, когда в таких вещах не совпадают взгляды, поэтому я считаю, что здесь, ну, как бы, нужно идти дальше, вот, всё, ну, это моё личное мнение, да, опять же, там, слюбиться-стерпиться, или как-то уговорить, как-то заманить, или ещё что-то, нет, я считаю, что если мужчина, настоящий мужчина, если он любит свою женщину, то он, естественно, захочет от неё детей, и, ну, если нет никаких там обстоятельств, да, и он захочет зарегистрировать отношения, он захочет, чтобы его женщина стала его женщиной во всех смыслах, поэтому здесь, как бы, вопрос вот уже такой отношений, наверное, но на самом деле я спокойно отношусь к тому, что люди живут вместе, даже рожают детей, при этом не регистрируют никак отношения, я считаю, что это нормально, если это устраивает в первую очередь женщину, то, ну, почему бы и нет, здесь не вижу вообще ничего плохого, да, главное, чтобы вам, двоим, и в особенности женщины, это было комфортно, и всё, всё было хорошо. Ну, и последний вопрос, который я отвечу на этом видео, это как понравится мужчине. Я вообще считаю, что женщина не должна думать об этом вопросе, женщина должна выбирать, а мужчина должен искать. Это моё личное мнение, возможно, я не права, но это мой, так сказать, взгляд на эту ситуацию, потому что, ну, как-то бегать за мужчиной и как-то пытаться там его, я не знаю, окрутить, охмутать, привязать к себе там и так далее, обычно всё, ну, вот, по крайней мере, то, что я вижу вокруг себя, обычно всё это ничем хорошим не заканчивается, что, ну, если мужчина не любит, ну, вы хоть что делаете, да, вы хоть 10 детей ему нарожаете, там, я не знаю, ещё что-то сделаете, этим не привяжете мужчину. Я считаю, что в браке, вообще в отношениях мужчина должен любить женщину, иначе вообще ничего не получится, а не просто там жить, ну, потому что там достала, да, ладно, поживу я с ней. Нет, так не должно быть, мужчина должен любить. И поэтому, если мужчина, например, не обращает на вас никакого внимания, вы это видите, то, ну, как бы, забейте на него, идите дальше. Не нужно зацикливаться на этом, даже если он вам сильно нравится, ну, надо как-то перетерпеть, идти дальше. Но при этом я хочу сказать такой момент, что у меня вот, например, на работе была одна девушка, ей очень нравился один наш коллега, очень-очень сильно нравился, но когда он к ней подходил, она делала из себя такой, знаете, гордый, строгий вид и разговаривала таким тоном, что даже я её в этот момент боялась. И при этом она где-то, когда мы сидели там в столовой или ещё где-то, она всё время говорила, «Боже, как он мне нравится, он такой милый!» И я ей говорю, ну, зачем так с ним разговариваешь? Она, ну, вот, чтобы он не подумал обо мне что-нибудь, что я какая-нибудь там, знаете, легкомысленная особа. Но вот так вот тоже делать не надо, потому что он реально её боялся. Иногда даже кого-то просил там пойти передать какие-то там документы, чтобы он только к ней не подходил, потому что она была такая прям гордая, строгая, такая, знаете, с высоко поднятой головой. Так делать тоже не нужно. Нужно, если вам нравится мужчина, и вы видите, что он там, не знаю, как-то поглядывает на вас, улыбнитесь ему, я вообще всегда говорю, что в любой ситуации девочки улыбайтесь, это всегда очень помогает, и это всегда классно. Вообще просто быть, не знаю, вот, даже если говорить о первом свидании каком-то, да, или о первой встрече с мужчиной, то просто нужно быть естественным, быть такой, какая вы есть, а ничего из себя не придумывать, знаете. То там, вот, сказали улыбаться, и я иду такая, улыбаюсь, натянутой улыбкой, да. Ну, такого тоже не стоит делать, это тоже, мне кажется, ни к чему. Быть максимально естественной, такой, какая вы есть. Не нужно ничего супер сильно стараться, не нужно супер из себя как-то там изображать, врать тем более. Ни в коем случае не нужно. Быть естественной, быть позитивной, быть женщиной, быть женственной. Вот это вот тоже очень важно, потому что даже вот я там где-то гуляю, по торговому центру, бывает, вижу девушку, идёт, она вся такая красивая, фигура красивая, там волосы, лицо. Но у неё такое выражение лица, как будто бы вот на неё все беды мира свалились на её плечи, и вот она не знает, как это всё разрешить. Я, конечно, понимаю, что в жизни бывают разные ситуации, но когда женщина, не знаю, вот такая вся несчастная, там всё у неё везде плохо, такие бывают, кстати, женщины, и я встречаю их достаточно часто, когда всё не так, знаете, здесь не так, тут не так, там официант подошёл не так, тут не так сказали, там не так обратились и так далее, и здесь не так мне чек пробили, там вот она всё время ходит такая, то какая бы она красивая ни была, какая бы она ухоженная ни была, она никогда не становится привлекательной, ни для кого, в том числе и даже для мужчины. Поэтому, ну, быть просто жизнерадостной, кайфовать, если вы пришли на какое-то, не знаю, свидание, на какую-то встречу, просто кайфовать вообще от места, от того, что вы куда-то пришли, не знаю, улыбаться, и всё будет замечательно, всё будет хорошо. Но многие мне здесь, наверное, скажут и говорили, и писали под одном из видео моим, что хороших мужчин мало. Да, я с вами соглашусь, хороших мужчин мало, но и хороших женщин тоже очень мало. Очень мало женщин, которые лёгкие и позитивные, которые вот не вот, не замороченные такие, знаете, что просто вот, ну, становится действительно невозможно даже иногда общаться с такими женщинами, хотя сами по себе неприятные, симпатичные, и всё замечательно. Но вот эти вот заморочки, вот эти вот какие-то негативные истории по жизни, когда женщина в любом месте, она не наслаждается обстановкой, да, не наслаждается тем, что она находится здесь, а не где-то в другом месте, то, ну, это как-то вот не красит ни одну женщину, и таких женщин на самом деле тоже мало, которые действительно кайфуют как-то по жизни, и улыбаются, и так далее. Но, знаете, тоже не надо быть таким, знаете, как радостная собачка, там, ааа, всё, что ей не скажи, всё хорошо. Ну, конечно, нет. Если вы испытываете негативные эмоции, так, ну, нужно показывать их, да, и если вам там что-то не нравится, я считаю, об этом нужно говорить даже на первом свидании, да, и если вам не нравится, как мужчина к вам обращается, нужно остановить его и сказать, «Дорогой, для меня такое неприемлемо, и не нужно думать, что мужчина у нас там что-то додумается», и так далее. И вообще, ну, как вот мне кажется, мужчина больше обращает внимание, в первую очередь на внешность и на, ну, скажем так, какую-то позитивность, женственность, чтобы женщина была ласковой, такой нежной и так далее и тому подобное. А потом уже на какие-то другие моменты. Поэтому вот как-то так. Я считаю, что нужно быть просто позитивной, не знаю, наслаждаться жизнью, моментом, общением, и всё у вас будет хорошо. Ну, и, конечно же, никого из себя не строить, ничего не выдумывать, не врать, быть такой, какая вы и есть. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Если у вас ещё остались какие-то вопросы, обязательно пишите мне в комментариях. Я с удовольствием пообщаюсь. Пишите ваше мнение на ту или иную тему. Я тоже с удовольствием почитаю. Ну, а на сегодня я буду заканчивать. Всех люблю, целую, и до новых встреч!